Ирина Сайхмейстер из первой гимназии стала лучшим классным руководителем начальных классов. Таковы результаты народного голосования, которое проводилось на странице новостей нашего города ВКонтакте. За нее проголосовало более 570 человек. Это бывшие и нынешние ученики Ирины Николаевны, а также их родители и коллеги. С победительницей нашего голосования встретилась Ольга Попова. Ей слово. Города, как и люди, бывают большие и маленькие. Старые и молодые. А какое лицо имеет наш город? Ну, пожалуйста. Молодое, солнышное, трудолюбивое. Он твой, мой город молодой. Тема классного часа. Его в форме открытого урока проводит Ирина Цехмистер. Классный руководитель второго В1 гимназии участвует в городском конкурсе «Мой класс, моя гордость». Изюминка в том, что мы создаем лицо нашего города и создаем книгу и буклет, в нашем городе. Но это все руками детей. Урок оценивают члены жюри, а участвуют в нем приглашенные гости – представители географического общества и родители учеников. В 2011 году журнал «Фордс» утвердил, что Ямал вошел в восьмерку самых экзотических туристических мест. И сегодня вы это с гордостью доказали. Кто станет победителем в городском конкурсе, будет известно чуть позже. А вот в альтернативном голосовании, которое проводили новости нашего города, Ирина Николаевна уже победила. Лучшим классным руководителем начальной школы ее назвали более 570 человек. Кстати, о голосовании Ирина Цехмистер сообщила дочь, которая учится в Санкт-Петербурге. В течение недели были переживания, потому что было меньше всех голосов отдано, но оперативно сработали мои ученики, мои второклассники, мои бывшие ученики и родители. Также подключились к голосованию мои бывшие выпускники из Москвы, Сургута, Тюмени, которые тоже поддержали своего бывшего учителя. А поддержать Ирину Николаевну было кому, ведь учителем начальных классов она работает уже 25 лет. Причем Ирина Цехмистер не просто учит детей писать и считать. Сама инициативная, творческая, увлекающаяся фотографией и спортом. Быть такими же интересными, активными, а еще добрыми и отзывчивыми. Педагог учит и своих детей. А их смеется Ирина Николаевна, у нее 26. Родная дочь плюс 25 восьмилеток. Очень было приятно, когда у нас Апритаров Паша приехал после каникул и привез мне из монастыря икону чудотворной матери. Вот это было приятно, потому что наше посещение храма оказало на него такое влияние. И он сказал, мама, мы должны что-то привезти Ирине Николаевне. Она стоит в классе у нас, охраняет нас. Ирина Николаевна красивая, она может помочь в трудную минуту. Она принимает везде участие, она вводит нас в интеллект-центр, в молодежный центр. Она понимает нас всех и помогает исправить ошибки. Самый лучший учитель, мы ее все любим, она очень умная, замечательная. Ирина Николаевна милая, она отзывчивая, она, если что, она поможет, подскажет, очень интересно проводит уроки. Она очень спортивная, веселая, жизнерадостная. Отзывчивая, она может нас понять, например, если нам что-то непонятно, она может объяснить или помочь. Ольга Попова, Виталий Харченко, новости нашего города. Тем временем голосование за учителей на нашей странице ВКонтакте завершилось. По итогам прошлой недели лучшим классным руководителем старшего звена стала Зинаида Пермякова из третьей школы. За ее кандидатуру проголосовало почти 600 человек. Мы поздравляем победительницу и напоминаем, что в ближайшее время мы подготовим сюжет о Зинаиде Пермяковой.